Это было 9 мая. Друзья пригласили нас на речку отпраздновать День Победы. Внезапно в кустах неподалеку от нашего места оказался кот черно-белого окраса. Когда мы его заметили, стали пробовать делиться с ним едой. Но этот приятель боялся нас и убегал обратно в кусты. Через некоторое время он появился снова. И Катя решила подойти ближе, чтобы еще раз попытаться его покормить. К счастью, ей это удалось. Поскольку к тому времени наш пикник уже подходил к концу, на тот момент из еды у нас оставался только хлеб. Но коту и хлебушек показался вкусным. Он был настолько голодным, что даже не стал его жевать и жадно глотал кусками. Катя пробовала его погладить. И была удивлена, насколько он истощен. Вообще хребет просто торчит. Его острый хребет выделялся так, будто кроме костей и шкуры уже ничего не осталось. Страшно представить, когда он нормально ел в последний раз. Но кроме этого, она также заметила парочку клещей. Клещ. Большой. Клещ? Да. Уже напился крови. Попробуй достать. Крутить надо. Смотри. Два рядом. Затем еще и еще. И в итоге оказалось, что он весь покрыт вредителями. Саня, он весь в клещах. И тут перед нами встал решающий выбор. Пойти с ребятами на салют в честь Дня Победы, либо забрать этого несчастного домой, достать всех клещей, найти ему новый дом и попытаться сделать его жизнь лучше. И мы приняли решение. К сожалению, обычно мы не берем с собой на пикник кошачью переноску. Поэтому пришлось садить кота в рюкзак и пытаться любой ценой добраться с ним до дома. А пока мы усаживаем кота, я хочу показать вам уведомление, которое нам недавно прислал Ютуб. В этом уведомлении Ютубчик поругал нас за то, что наш канал медленно растет. А все потому, что я редко призываю подписываться на канал. Поэтому, если вы еще не подписались, обязательно найдите под видео красненькую кнопочку подписаться и нажмите на нее. Давайте сделаем так, чтобы в следующий раз Ютубчик похвалил меня. А я обязательно покажу это в каком-нибудь следующем видео. Что вы здесь не брали? Для начала мы его помоем, подостаем хотя бы сами клещей, которых может. Завтра повезем к врачу и оставим на передержку, на откормку. Есть подозрение, что кота специально привезли и бросили в этом месте. Мы нашли его за городом, на другой стороне реки. В этом месте и даже поблизости нет никаких поселков и жилых зон. По длинному мосту он перейти тоже не мог, как и переплыть реку. Других вариантов у меня нет. Не буду критиковать тех, кто вот так поступает с животными, потому что этот видеоролик я делал совсем не для этого. Но так или иначе, теперь это наша с вами новая миссия. Чуть позже расскажу все, что нам с вами нужно будет сделать. В дороге кот спокойно сидел в рюкзаке и даже не пытался вырваться. Наверное, рюкзак и Катины руки хорошенько грели этого котяру. И поэтому он наконец-то позволил себе расслабиться. А может, он и правда чувствовал, что ему помогают. Кто знает, что варится в этих маленьких бошках. Дома мы подробно изучили всю информацию, как правильно вытаскивать клещей. Но поскольку у нас нет специального инструмента в виде изогнутой палочки с прорезью, пришлось воспользоваться старым добрым пинцетом. Мы принесли в ванну побольше осветительных приборов, чтобы лучше видеть всех имеющихся паразитов. Затем Катя настроила подходящую для котика температуру воды, и мы приступили к самой неприятной, но самой главной процедуре. Чтобы было проще обнаружить места с клещами, мы намочили его шерсть и заодно обмыли его специальным шампунем от блох и клещей. Но, разумеется, одним шампунем тут не обойтись. Поэтому придется тщательно изучать тело кота и самостоятельно удалять каждого вредителя. Удерживая пинцетом кровососа вместе с головой, Катя аккуратно выкручивала его против часовой стрелки. Таким образом, клещ сам отваливался вместе с головой. А это очень важно. Ни в коем случае нельзя отрывать клещей, потому что внутри может остаться голова и будет там воспаляться, причиняя вред вашему питомцу. Также категорически запрещено давить этих паразитов. Старайтесь сильно на него не нажимать, иначе он может выпустить в кровь вашего питомца содержимое с возбудителями опасных инфекций. Здорово! Удалив паразита, ни в коем случае нельзя его выбрасывать в мусорный контейнер и смывать водопровод или унитаз. Клещ может выжить и повторно впиться в кого-нибудь еще. Желательно поместить в стеклянную емкость, предварительно наполнив ее медицинским спиртом, ну или кипятком. Мы помещали всех пассажиров в коробочку, которая на тот момент оказалась у нас под рукой, и внимательно следили, чтобы ни один заключенный оттуда не сбежал. Клещей оказалось гораздо больше, чем мы предполагали там на берегу. Причем разных размеров. От совсем еще маленьких, которых было практически невозможно увидеть, до огромных размером с фасоль. Ооо, мамочка, какой-то мигромый! Господи, блин! Катя выкручивала одного за другим, пока наш пациент молча сидел и старался не делать резких движений. Кот будто все понимал и вел себя спокойно, помогая нам помогать ему. Это кровь у него там? Где? На горле. Это там был большущий клещ? Одна наша знакомая ветеринар рассказала несколько забавных историй, как люди со стеклянными глазами приносили в клинику своих питомцев и в ужасе просили скорее удалить у них клеща. Когда доктор попросил указать на место, где был обнаружен паразит, они, чуть ли не падая в обморок от одного только вида клеща, показывали на обычный сосок. Да, одна тетенька даже пыталась самостоятельно выкрутить его, но после нескольких неудачных попыток решила обратиться к специалисту. Бедная кошка. В общем, осматривая своих любимчиков на наличие паразитов, старайтесь не путать нужное с ненужным. Даже когда казалось, что клещей больше не осталось, мы продолжали находить еще и еще. Весь процесс удаления смертельно опасных паразитов длился около 40 минут. Если честно, я впервые участвую в таких процедурах и впервые за свою жизнь вижу столько клещей у кота, тем более таких огромных. Не самое приятное занятие, я вам скажу, но вряд ли кто-то другой стал бы этим заниматься. А если бы мы его там оставили, наверняка эти безжалостные вредители вскоре скушали бы кота. И жизнь его закончилась бы в тех кустах. Ну все, кончено. Он какой-то сильно вялый. Сейчас столько клещей, конечно, вялый будет. На первый взгляд казалось, что мы извлекли всех паразитов. Но сколько еще сюрпризов нас ждало потом. Вот еще. Когда выкручиваю, как я почитала, в противоположную сторону, они сами отпадают, то есть я их не тяну. Вот это вот что у меня такое красное? Там клещ был? Это, наверное, там вообще воспаленные после клещей такие участки есть. Вообще ужас. Катя вытерла кота полотенцем и понесла сохнуть в комнату. А я тем временем залил всех клещей кипятком и постирал в горячей воде свой рюкзак вместе с нашими вещами. Вы только посмотрите на этот ужас. Как же стрёмно они выглядят. Особенно эти здоровенные кони размером с Юпитер. Из такого маленького клещенка вырастает такая лошадина, если его вовремя не заметить и не удалить с тела. И чем больше крови они успели выпить, тем больших размеров они становятся. Но зато мы уверены, что теперь они уже никому не причинят вреда. После тёплого душа наш подопечный погрузился в глубокий сон. Похоже, давненько он не спал в тепле. Полностью чистый и без болючих укусов со всех сторон. Мы приготовили всё необходимое для переезда, посадили его в переноску и повезли в другую квартиру. Там он будет временно жить, пока мы будем искать ему новый дом. В этой квартире никто не живёт, и она совершенно пустая. Здесь даже нет света, и поэтому нам пришлось использовать осветительные приборы. Зато тут тепло и безопасно, а электричество коту вряд ли понадобится. Из переноски из старого пледа мы сделали ему тёплую лежанку. Неподалёку поставили еду, которую взяли с собой, воду и лоток с кошачьим наполнителем. Кошак так крепко спал, что даже не хотел просыпаться, чтобы покушать. Мы держали перед его носом колбаску и пробовали разбудить, но кот настолько ослаб, что его сейчас и танком не разбудишь. Ержан, вставай, салам алейкум, вставай, Ержан. Смотри. Но всё же голод взял своё. Вы только посмотрите, как жадно он уничтожал все запасы еды. Будто кушает в первый и последний раз. Затем кот снова захрапел, а мы недолго побыли с ним и тоже поехали домой спать. По-моему, ему тут очень даже хорошо. Ещё недавно он блуждал в высокой траве и собирал клещей. А сейчас в его распоряжении целая квартира с хавчиком, за которую ему даже платить не надо. Прям из грязи в князю. Мы вернулись следующим утром. И сказать, что было страшно заходить в квартиру, это не сказать ничего. Но, к счастью, с ним всё было хорошо. Кот спал, миски пустые. Вот только лоток был не тронут. Сначала мы подумали, что кот сходил в туалет где-то в квартире. Но осмотрев каждый угол и каждый квадратный метр, мы не обнаружили ни капли. Интересно, что на это скажет доктор. Странно, но получается, что с тех пор, как мы забрали его под мостом, кот ни разу не ходил в туалет. Мы рассказали всю историю. Рассказали про клещей, где нашли его, чем мыли, кормили и все другие подробности. Доктор осмотрела пациента и сказала, что кот, скорее всего, взрослый. Но это не точно. Коту измерили температуру и сказали, что в принципе неплохо, 39,3. Проверили на лишай и другие заболевания. Всё чисто. Доктор ощупала органы и другие части тела. И тут тоже всё отлично. Кот в это время вёл себя очень спокойно. Не вырывался и даже мурлыкал на всю клинику, как трактор. Доктор назначила несколько препаратов для профилактики и сказала не беспокоиться и постепенно откармливать пациента. Это было приятно слышать, ведь по дороге к врачу мы даже не знали, чего нам там ожидать. Мы довольные вернулись обратно и, о чудо! Через некоторое время, впервые почти за сутки, котяра сам пошёл в лоток и сидел там две с половиной минуты. Пацан надунзил такую лужу, будто перевыполнил за раз три нормы. Мы обрадовались, ведь, во-первых, он сам пошёл в лоток, а не куда-то на пол. А во-вторых, он наконец-то это сделал. А значит, проблем по этой части у него точно нет. С тех пор мы ездили к нему каждый день, кормили и коротали с ним вечера, чтобы он не скучал в одиночестве. А ещё мы нашли и обезвредили ещё несколько последних клещей, так что теперь он полностью чист. Мы примерно посчитали, что за всё это время из тела кота мы вытащили более сорока клещей. Но что странно, у кота не было ни одной блохи. И, по-моему, мы его слегка перекормили. Кот очень ласковый и будто благодарен нам за всё. Каждый раз он нас встречает, когда мы приходим, и провожает, когда мы уезжаем домой. Он умничка, ходит в лоток, не вредит и ведёт себя спокойно. Ему очень нужен хороший, добрый человек, который уже никогда его не бросит и не даст его в обиду. Если он вам понравился или вы знаете такого человека, пожалуйста, прочтите внимательно всю информацию в описании к этому видео. Там же вы найдёте все ссылки для связи с нами. Остальных хочу попросить помочь распространить этот видеоролик. Поделитесь этим видео и отправьте его всем своим друзьям и всем знакомым. Вырвите с корнем эту кнопку под видео и раскидайте его везде, где только можно. Также не забудьте оценить видео лайком или дизлайком и написать несколько добрых комментариев. Вся надежда только на вас. Мы взяли кота на свой страх и риск, и теперь он живёт один в чужой квартире, ключи от которой у нас могут забрать в любое время. Помогите нам, пожалуйста. Давайте сделаем всё возможное, чтобы подарить этому красавчику билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!